И снова всем привет из Израиля, с побережья Средиземного моря. Привет подписчики, привет туристы, жителям Израиля и просто хорошим людям тоже привет. На этот раз немного необычное место. Ни парк с аттракционами, ни пещеры, и ни концерты с бубнами. Да что там говорить, и ни цыгане с медведями. За спиной можно увидеть пляж, хоть он и вдалеке, но это не отражается на его качестве. О нем отдельный обзор, который можете посмотреть на канале. Супер чистый, мягкий, белоснежный песок, Рядом побережье, на котором катаются на всяких водных видах, скажем не транспорта, а развлечений. Ну и огромный комплекс ресторанов, на вкус любого капризного посетителя. И современный, очень популярный торговый центр. Мы в Герцлии, в порту, а если быть конкретней, мы на волнорезе. Этот огромный волнорез ограждает бухту частных яд. От чего? От штормов открытого Средиземного моря? Но здесь также есть и прогулочные катера, лодки, яхты и даже свой яхт-клуб. За порядком следит береговая охрана. Без нее никак. Немного отвлеклись, так как глядя по сторонам столько всего красивого, интересного. Конечно, хочется знать, что это, как это, зачем, для чего. Отлично. Рыбаки, скорее всего, разговаривают по-русски. По крайней мере, мне попадались такие. Да что там говорить, сам люблю рыбалку. Без фанатизма. Так, чтобы силы остались на шашлыки, уху, ну и песни разностороннего содержания. Пойдем посмотрим, что там они делают. Ловят? Пьют? Или просто леску путают? Да ну на, все по-честному. Поймали рыбу. Нет, разговаривают на аврите, без акцента. Как мне объяснили, эта рыба называется Абу-Навха. Если она предчувствует опасность, превращается в колючий шар. По их разговору, не буду переводить его дословно, я понял, что пацаны уловом очень довольны. Рыба хищная, бесполезная. Только поедает других рыб. Водки нигде не видно, странно. Может в воде охлаждают? Нигде газетки не постелено? С яичками вареными, огурчиками? Может наркоманы? А одежда по-настоящему рыбацкая? Nike, Le Cooper, Timberland. Точно наркоманы. Еще любители посидеть, удочку в руках подержать. Ну что ж, бывает. Это как в лесу. Захотел присесть отдохнуть на пне, а оказалось, что это еж в муравейнике окопался. Идем дальше. Просто гулять. Любоваться красотой природной. Мне кажется, очень романтичное место. Воздух отменный, вдалеке от городских пробок. Волны немного шумят. Вода бирюзового цвета. Ну вот, зачем сидеть дома, если есть такие умиротворенные места? До свидания, рыбаки. Бай-бай, маяк. Работай четко. Чтобы не ни. Этот волнорез очень высокий, так как он ограждает предметы дорогой роскоши. А Средиземное море умеет преподнести подарки в виде штормовых предупреждений. Похоже, он бесконечный. Уходит прямо в Тель-Авив. Ну, по крайней мере, так это выглядит. В принципе, на горизонте видно начало Тель-Авива, его старый порт. Тоже очень качественное место отдыха. Постоянно проводятся фестивали. Крутые спортивные мероприятия. В общем, для всех возрастов. С детскими парками, площадками, ассортиментом ресторанов и брендовых магазинов, где можно оставить немало. А если постараться, то очень немало. Со стороны моря волнорез усыпан огромными шипами. Опасно по ним гулять. Вообще-то и запрещено. А другая сторона, со стороны бухты, мель с лазурью и рыбами, которые приплывают в Греция. Тишина в порту. Даже слышно птиц. А у кого-то ветром качает судовой колокол. Ну, как может отдых здесь не понравится? Кто-то сделал для себя выбор. Заниматься здесь спортом. Пробежка. Еще бы. Такой воздух. Лодки, катера и яхты самые разнообразные. Почти на любых из них можно покататься. Арендуешь и проводишь с друзьями день рождения, празднуешь свадьбу, просто вечеринки. Ну и всякие другие мероприятия. Особый спрос с очень особенными ценами – это новогодняя ночь. Но есть и эконом-класс. Приблизительно 10 долларов с человека можно уйти в открытое море. Под песней местного колорита и все-таки ощутить, что вы на востоке. Конечно, предварительно набрав с собой сладкой ваты, топкорна, кока-колу, чипсы, вареную кукурузу. А то нечем будет кормить рыб, если вас укачает. Вот так вот далеко от плыки, от городской суеты и шума, только запах моря. Кстати, каждое море пахнет по-своему. У среднеземного моря свой запах, у красного свой, у мертвого вообще особенный, с примесью сероводорода. А похоже они одним, они успокаивают, дают возможность отключаться от всех с собой. И когда слышишь плеск воды за бортом – ух, захватывает дух. Как пролетели три часа прогулки на волнорезе, не заметили. Наверное, потому что перед глазами была красивая, чистая картинка. И голова не отвлекалась на что-либо другое. Простая, беззаботная, романтичная прогулка под стук каблучков. Это ли не чудо? Гуляя по гладко выглаженному, так сказать, проспекту, присутствует постоянное ощущение необычной легкости. Как будто сейчас воздух возьмет и поднимет тебя. Наверное, это потому, что он не такой низкий, как пляжные волнорезы. Они гораздо ниже. И там в воду не разрешают войти в штормовую погоду. Все побережье будет в черных флажках, а не запрещают купание в любом его проявлении. Интересно, как такая красивая техника поддерживает свой качественный внешний вид? Где гаражи, в которых за ней следят? Ремонтируют, в конце концов. Скорее всего, катера, яхты, лодки своим ходом добираются в ближайшие шиномонтажки, которые прямо в центре города. Многие еще не могут находиться. Ну а там уже через Петра Петровича, потому что мы от Ивана Ивановича, решаются все вопросы. Наверное, схема такая. Да ну на! Все рядом, все по месту. Вообще жесть. Каждый свою ласточку моет, натирает, на крылышко сломанную шину накладывает. Все как с машинами, только немного дороже. Чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Вот такой вот позитивный день отдыха. Эй, вода! Веди себя культурно! Ты чего? Я от тебя такого не ожидал. Как так получилось? Вообще все против ветра. Вернее, ветер против меня. Ну а мне только остается сказать вам до свидания и до встречи. До встречи в новых обзорах. Бай-бай! Подписываемся на канал. И если нравятся обзоры, ставим лайки. А ночью это совсем другая картина. Субтитры сделал DimaTorzok